Чтобы государство смогло правильно распланировать развитие социальной поддержки, должны быть проведены соответствующие исследования. Одним из таких исследований стала общеевропейская программа SHARE, которая в ЕС проводится с 2004 года, а с 2010 года социологические опросы проходят и в Эстонии. Ситуация все время меняется, растет продолжительность жизни, соответственно, возрастает и число людей пенсионного возраста. Именно поэтому определенные показатели отслеживают регулярно, и опросы проходят каждые два года. Это исследование уникально, оно подходит проблеме с другой стороны, нежели большинство социологических исследований. Мы опрашиваем людей на протяжении многих лет, вплоть до их ухода из жизни. То есть мы обращаемся с вопросами к одним и тем же людям, мы наблюдаем индивидуальные изменения в жизни каждого из респондентов. Исследования проводятся вместе с другими странами Евросоюза, что позволяет сравнить старение жителей Эстонии с другими людьми старшего возраста в Европе. Кроме того, программа ШЕР связана и с другими международными исследованиями, что позволяет ученым видеть максимально широкую картину во всем мире. Ученые анализируют множество разных сфер жизни пожилых людей в Эстонии, их экономическое состояние, состояние здоровья. Кроме того, учитывается и то, как люди ощущают себя после выхода на пенсию. Пожилые люди стали мобильнее, некоторые меняют место жительства, перебираются в деревни, обменивают квартиры на меньшие, иногда съезжаются или разряжаются с детьми, и даже выходят замуж или женятся. Так что число одиноких пенсионеров нестабильно, хотя и велико. В этот раз опросник изменили. Мы исследуем историю людей, их ближайшее окружение, работают, что интересно, их перемещение. С помощью новой анкеты мы сможем добавить важную часть к остальным исследованиям и посмотреть, как проходит жизнь старшего поколения в Эстонии и как люди себя ощущают в этом возрасте. Исследование предназначено прежде всего властям для того, чтобы на основе полученных данных создать новую среду для жизни граждан, в которой было бы комфортно стареть. Ученые надеются, что политики примут во внимание результаты исследования, и это позволит им принять соответствующие законы для улучшения жизни старшего поколения в стране. Алексей Вичканов, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.